Друзья, всем привет! С вами компания Fusion Technology Меня зовут Ливон И сегодня хотел бы вам рассказать Про полировку Объяснить, как это, что это И с чем это все едят У нас сегодня в работе Такие накладки на зеркала Покрытые карбоном То есть это настоящий карбон Ламинация По поводу ламинации Чуть позже все расскажем Это наши тестовые детали Ну а сейчас, собственно, про полировку Для того, чтобы Придать деталям Товарный вид Убрать шагрень Солинки, какие-то подтеки То есть все, что нам не нужно На лаки Для этого нам необходимо Две машинки Одна шлифмашинка Мы используем мерку Ход 2,5 мм То есть 2,5-3 мм Будет достаточно Больше То есть ход Самой тарелки Это уже будет лишнее Это там Автомобильный ремонт Жестянка Ну и строительный И так далее Что означает ход То есть экцентрик Проще говоря Она вибрирует Тарелка не просто крутится Но еще Крутится вокруг Вокруг своей оси Обороты также здесь регулируются То есть она очень удобная В работе Проще говоря Мы этой машинкой Стачиваем Спиливаем лак Некоторые думают То что полировка Это То есть Мнение такое ошибочное У людей складывается То что полировка Это процесс Когда мы лак Нагреваем Расправляем Выравниваем его Или же наоборот Втираем в лак Или даже наращиваем Какой-то определенный слой С помощью полировки На самом деле Это не так До этого детали Перед самой Технологией Аквопечати Или химической Металлизацией Когда вы детали Шкурите То есть стачиваете Определенный слой Пластика Или краски При полировке Вы тоже лак Стачиваете И то есть Придаете Ровность Все неровное Соринки Шагрень Все это вы спиливаете Все это делается С помощью шлифмашинки И двух шкурок Две шкурки Опять же Повторюсь Рецептов полировки Огромное количество Я показываю Самый проверенный Дедовский Которым Я собственно пользуюсь Который меня еще Ни разу не подводил Две шкурки Одна шкурка Обычная 1500 На сухую То есть Просто ее Прикрепляем К шлифмашинке И начинаем работать Вторая шкурка Это трезак От производителя 3М Трезак 3000 Разница Во-первых Между этими шкурками Это цена Примерно Это рублей Возьмем 50 Это будет 550-600 рублей Стоит Почему Такая разница В цене Здесь Ну проще говоря Бумажная основа Клеевая Клеевая основа На пыл клея И сверху Хаотично Просто разбросан Образив Песок Здесь же Основа Материал Очень похожий На губку И на молекулярном уровне Все песчинки Они расположены Строго в ряд И в несколько В несколько слоев То есть Верхний слой Сточился Начинает работать Работать нижний Тем самым Он оставляет Очень хорошую Качественную 3000-ю риску То есть 1500-й Выравниваем Что мы сейчас И будем делать Итак Шкурку мы Закрепили На шлифмашинку Образив Далее Берем нашу деталь Если Удобно То можете Использовать маркер И отмечать Те места Где вам нужно Полировать То есть Вот соринка Вот соринка Вмечаем И в этом месте Выделяем Больше внимания Чтобы выровнять Это все На невысокой скорости На Невысоких оборотах Начинаем Мы спиливать Лак Выравнивать Лак Можно даже Вот так Быстренько Пройти По плоскости Взять В салфетку Микрофибра И сейчас Мы видим Вот эти Блестящие Черные точки На фоне Матовости То есть Это и есть Всякие Кордера Солнце Соринки Вот мы Должны От этого Избавиться Сейчас И Начинаем Все это Выравнивать Ну что? Штраф Все Четыре заплаты Минус Раз-два-три По печени Раз-два-три По почкам Поддержки Браточек Ушка тебя Подлечит И так Полторушки Прошли 1500 Выровняли Лак На основных Плоскостях Дальше Мы берем Трезак 3000 И сейчас Наша Задача Состоит в том Чтобы Вот эту 1500 Риску Стереть 3000 Трезаком То есть На детали Деталь должна быть Вся Под 3000 Риской Чтобы Дальше Полировальная Паста У полировальной Пасты Абразива Хватало Мощности Абразива Хватало Придавать Блеск Глянется Детали Смачиваем Водой Обычной Шкурку И к примеру Если мы 1500 Проходили Вот такой Пятачок То есть Локально Полировали В одном Месте То 3000 Охватываем Большую Плоскость Чтобы Чтобы Предыдущую Риску Нигде Не оставить Чтобы Ее Везде Стереть Очень Качественно Стереть А дальше Уже Полировальной Пастой Берем Еще Больше И Катери 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 Так, трехтысячной шкуркой прошли, вытираем после каждого этапа пыль, пыль, грязь, деталь у нас получилась вот такая вот приятная матовая деталь, дальше уже мы придаем блеск, для того чтобы наносить, для того чтобы полировать деталь, то есть придавать оттенок, нам нужна еще одна машинка, для полировальной машинка мы используем вот такой вот Fistool 80-02, тарелки меняются, то есть вот эти подошвы плоскостя больше, меньше, можно приобрести гибкие валки от доступных мест, полируем мы с помощью таких вот, вот таких вот поролоновых кругов, дисков средней жесткости и мягкой, самой мягкой. Полировальных паст большое количество, хорошо себя зарекомендовал 3M, лично мне нравится Fistool тоже, 50-10 номер у нее, но сейчас мы будем говорить о 3M пасте, в которой мы в основном работаем, прируем наши детали. В принципе, для придания хорошего блеска, хорошего глянца, отражаемости, достаточно вот этих двух паст, то есть сперва идет 417 зеленый колпачок, дальше 349, это желтый колпачок, но есть и деталь черная, в принципе, вообще черный глянец, это самая сложная деталь, самый сложный цвет при полировке, потому что на ней абсолютно все будет видно. Тогда уже лучше использовать после вот этих двух, последний, финишный, и в самом конце полируем вот этой синей, синей пастой 383, то есть она на черный глянец убирает килограммы, разводы, зайчики, по-другому. Пасты полировальной много не нужно, устанавливаем сюда круг. Паста полировальной, если будет слишком много на детали, она будет тереть само себя, деталь будет нагреваться, ну и в принципе блеск не такого не будет придаваться. Нанесли полировальную пасту зеленую на деталь. Берем нашу машинку, сперва у нас стоит задача, это равномерно распределить всю пасту на всей поверхности. Рабочую пленку мы нанесли, дальше начинаем полировать. Шлифмашинкой сильно на деталь не давим. Нужно просто услышать, что у машинки полировальной мотор начинает напрягаться, то есть под небольшим давлением напряжение начинает работать. Этого будет достаточно. Хаотичные движения мы не делаем, не отводим. Все поступательно, как будто деталь красим. Как будто деталь красим, с накрытым друг к другу 50 на 50. После того, как прошли с зеленой пастой, первой пастой, обязательно убираем остатки полироли, пыль, грязь. Все микрофиброй, салфеткой. И над диодным фонарем, а лучше всего при солнечных лучах, смотрим, разглядываем, чтобы нигде не было барашков. То есть это грубые такие царапинки. Нигде матовых пятен не было. Если вы их обнаружили у себя, то дополировываете в этом месте. Дальше необходимо взять желтую пасту. То есть это первая у нас была. Вторая желтая паста. Тоже наносим. Меняем круг. Либо обдуваем старый. Наносим желтую пасту на деталь. И также тщательно начинаем располировывать. Но здесь такой нюанс есть в полировальной пасте от этого производителя. То есть 3Мовская. В этих пастах есть силиконовое масло. Это силиконовое масло, оно вроде бы да, дает интересный блеск, глянец. Но со временем это силиконовое масло смывается. Там 2-3 мойки. Если с спиртовой салфеткой протереть. И чтобы этого избежать, можно использовать тоже такой вот, от этого же производителя, тест-спрей. Хорошенько его взбалтываем. И наносим, распыляем на деталь. То есть он как ванеж из всех микроцарапин, рисок, которые мы полировали пастой, делали. Он весь силикон выгоняет. Съедает силикон, убирает лишнее. Обмачиваем блеск. И увидим, хорошо мы отполировали или нет. Если же где-то все-таки появились матовые пятна, значит в этом месте опять же начинаем полировать зеленый. Вот видим, у нас пена появилась. Немножко дадим время, чтобы прошла реакция. И начинаем вытирать. Смотрим то, что бреск есть. Он не пропал, матовых пятен нету. Вот здесь вот необходимо еще раз пройти. Давайте добьем. Дальше мы круг меняем. Берем желтую пасту и точно так же наносим. Берем желтую пасту и точно так же наносим. Компポ Market. Вот мы желтой пастой прошли. И дальше самый мягкий измерял. Берем нашу синюю пасту. Тоже в небольшом количестве наносим на деталь. И финиш на шампу. Вот такой вот принцип полировки. Я вам сейчас рассказал рецепт, который сам пользуюсь. Надеюсь, это видео было вам полезным, интересным. Если у вас возникают какие-то вопросы по нашим технологиям, по печати, химической металлизации, по никелированию, то обязательно пишите, обращайтесь к нам. Мы с радостью вам поможем. С вами был Fusion Technologies. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok